24 мая День памяти священномученика Михаила Белороссова «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Будущий священномученик Михаил Белороссов родился в 1869 году в Ярославской губернии в семье диакона и был старшим ребёнком в семье. Вскоре после окончания духовной семинарии вступил в брак с дочерью священника и в январе 1893 года был рукоположен во иерея. Исполнял послушание на педагогическом поприще, был законоучителем и катехизатором. У отца Михаила с супругой было пятеро детей. Прихожане любили батюшку за доброту, благочестие и за единство, царившее в его семье. Службы у отца Михаила были великолепно торжественны, проходили без поспешности. Чтение было ясным, пение на два клироса стройным. Когда было возможно, отец Михаил и сам пел на клиросе. В каждый пост отец Михаил соборовал множество людей. За литургией в посты нередко причащалось до трехсот человек. Любили прихожане священника за то, что всегда он мог дать совет, выслушать человека, сопереживать чужому горе. Он принимал всех, обращающихся к нему, не возносился над людьми. «Ведь я не врач, я могу только молиться», – часто говорил он. Настольной книгой отца Михаила была «Моя жизнь во Христе» святого праведного Иоанна Крыштадского. Подвижнический труд отца Михаила по воспоминаниям сына Бориса строился так. В три часа ночи батюшка вставал на домашнюю молитву. В половине пятого утра был в храме, совершал исповедь, принимал людей. Затем служил в божественной литургию, водосвятный молебен с акафистом и панихиду по полному чину. Молился он горячо, со слезами. Около двенадцати часов дня, уставший до предела, шёл домой, который был напротив храма. Через час отца Михаила опять вызывали в храм служить заказной водосвятный молебен. Тут же часто привозили на отпевание покойников. Если на следующий день праздник, то шестнадцати тридцати до двадцати часов, а то и дольше, всеночные. Вечером батюшка опять беседовал с людьми или отвечал на многочисленные письма. Отдыхал он очень мало. После закрытия храма в 1919 году семья белорусовых переехала в поисках пропитания в город к родителям. Первым обозом уехала супруга с детьми. Они благополучно добрались до города. Вторым обозом ехал отец Михаил. Проезжая одну из деревень, он привлёк своим внешним видом внимание активистов в местной ячейке. Батюшка был в рясе и с крестом. Священника арестовали, обвинили в контрреволюционном заговоре и расстреляли. Никаких доказательств контрреволюционной агитации не требовалось. Хватило рясы и креста. Несколько женщин оказались свидетелями его расстрела. Раздались два выстрела. Отец Михаил упал. Убийцы подошли, сорвали крест и, споря о том, кому он должен достаться, поспешно ушли делить остальное имущество. Священник был ещё жив. Дождавшись ночи, местные крестьяне тайно вывезли батюшку на телеге с места расстрела и привезли к храму, где прошла его пастырская жизнь. Сердце пастыря остановилось, и душа его отошака Господу. Ему было 50 лет. Священномученик Михаил Белороцов причислен к лику святых новомучеников и исповедников в августе 2000 года.